Конкретным вопросом нам надо какие-то потренироваться сейчас. Но оператор поднял руку, нам деваться некуда. Все всегда говорят одно и то же самое. У нас нет телевизора, ну а дальше начинается уточнение. На чем же все-таки он смотрит? Вот есть идеальное, из этого надо смотреть. Как хорошо для здоровья ребенка? На компьютере, на планшете, на мамином телефоне. Когда приходят помочь ребенку нужен, то мы работаем с родителями. Поэтому на самом деле смело можно отдать ребенку больше времени в этот период. Потому что от этого мы сами же получим гораздо больше радости и удовлетворения. Чтобы ребенка чувствовать, с ним надо как-то быть. Для этого надо время. Я знаю, один из великих людей говорил, я не запомнил имя и фамилию, что самым важным я научился в детском саду. Это там рано вставать, после обед спать. Дыши, дыши. На то, что этому вредит, будем сейчас рассказывать. Здравствуйте, это Вальдорф ТВ. И сегодня есть возможность у нас поговорить с двумя очень интересными людьми. И интересны они тем, что много работают с детьми и очень хорошо их знают. Это Ирина Кисленко и Кира Бабич. Два воспитателя школы-сада «Путь зерна». И у нас для них есть такие вопросы. Первый вопрос, он такой достаточно объемный, но может быть, ну посмотрим, что получится. Вот чем дети меняются? Вот мы видим, как время сильно ускорилось, как изменилась внешняя обстановка, диджитализация, цифровизация и прочие вот это объемы информации на детей как-то легли. Ну не только на детей, но на всех подряд вообще они легли, и мы под ними ходим. И как дети меняются? Ну потом, конечно, из этого вытечет, и что с этим делать? Итак, пожалуйста, тот, кто начнет, Ирина, пожалуйста. Какие дети сейчас, изменились ли они, что мы должны с этим сделать, с этими изменениями? На мой взгляд, за то время, пока я работаю, дети не изменились. Я не... вот в своей сути, что ли, они, какие были дети, такие остаются детьми, но очень сильно изменились родители. Вот родители стали другие. И отсюда возможные трудности, которые бывают у детей, и у нас, как садовцы. Ну тогда придется рассказывать о том, как изменились родители, и чем они отличаются. Вы хотели сказать, что родители изменились, как та часть мира, наверное, которая детей окружает. Потому что, как ты, Сережа, сказал, мы все ощущаем эти изменения на себе. Вот это все окружает детей, и родители входят как раз в это окружение, поэтому мы про это и говорим. Как про то, что изменилось. Так, родители записали в часть детского окружения. Ну, родители, конечно, сами влияют на это окружение. И меняется обстановка, меняются родители. Тут понять, кто первый поменялся, родители, или они поменяли окружение. Ну, что изменилось теперь вот в поведении родителей? Почему это актуально, об этом говорить? Ну, все чаще и чаще приходят семьи, в которых родителям очень сложно понимать своих детей. Вообще даже сложно с ними быть иногда, в продолжительное время. Вот. Некоторые, честно, признаются, я не знаю, что с ним делать. А были даже такие, какие говорят, я его боюсь. То есть, на мой взгляд, вот есть какая-то такая парадоксальная ситуация, что, с одной стороны, сейчас огромное количество информации у родителей по тому, как воспитывать ребенка, что с ним делать, в каких конкретных ситуациях, как себя вести, как спать уложить, не знаю, как там чему-то научить. И не только книжная информация, каких-то масса тренингов проводится, предлагается и с детьми, и только для родителей. И при этом чувство беспомощности в этом море только растет, мне так кажется. То есть, они очень много знают, но это знание остается каким-то таким поверхностным. Оно не присваивается, что ли, не усваивается и не дает плодов. А ребенок растет, требует того, что обычно дети всегда требуют в этом возрасте внимания, любви, понимания, тепла, принятия, что еще детям нужно. Это да, но вот как, когда мы говорим слово «любовь», это такое дело абстрактное. Это же не покупка игрушек. Я думаю, сейчас уже никто из вас тоже уже не думает, что если ты купил 300 штук игрушек, а это среднее число игрушек в детской комнате сейчас, то это значит, ты ребенка любишь. Вот в чем она, любовь, проявляется именно вот такая, которая дает возможность благополучно развивать? В чем любовь проявляется к ребенку вообще? Для меня любовь – это, прежде всего, действительно внимание к этому человеку. Когда, ну, наверное, это и в других случаях любовь таким же образом проявляется, и это можно, наверное, как раз на себе немножечко испытать и проверить, как ты это делаешь, когда это не ребенок, а когда, например, это другой взрослый человек. Ты, прежде всего, за ним все время следишь, мне кажется. Ты ловишь каждый его взгляд, ты хочешь знать, где он сейчас находится, что он сейчас делает, что-то сделать для него хочешь, что-что ему будет хорошо, чего и приятно. Все эти свойства любви. Вот это узкое место, подожди, вот это узкое место, что ему хорошо и приятно, ребенок, да, включи мне там телевизор, я хочу посмотреть, и остановить его потом невозможно. Вот хорошо и приятно, вот это узкое место. Наверное, эти слова могут быть, да, не слишком подходящие, может быть. Да, действительно, они могут быть скользкие для этой ситуации. В чем это внимание должно быть проявлено? Я согласен, внимание направлено, вообще, внимание – это энергия, да, и когда мы ребенка воспитываем, наше внимание его собирает. Но в чем оно должно быть проявлено? Ну вот, прежде всего, возвращаясь к тому, что Ира сказала, когда мы ходим на тренинги, читаем книги про воспитание, мы уже это свое внимание от ребенка отводим. Вот, это тоже надо понять, что действительно самое важное на ребенка смотреть и понять, что ему действительно полезно и хорошо. Можно не иметь никакой теории, даже и в Альдорской в том числе, тем не менее, быть для своего ребенка очень хорошими родителями. Именно тогда, когда мы со вниманием относимся к его потребностям. Не к его, вот как я прежде неправильные, наверное, слова сказала, желаниям, да, хотениям, а именно к его потребностям. А эти потребности вполне можно увидеть. Так же, как мы легко видим, когда он хочет есть, например, когда он встал и хочет спать. Любой родитель это вполне может увидеть, отследить. То же самое может быть и с другими вещами. Здесь запускаем титры. То время, которое вы тратите на тренинги, на чтение книг про воспитание, можно потратить непосредственно на общение с ребенком, чтобы почувствовать самому его потребности и из этого действовать. Ирина, ваш вариант, что такое любить ребенка в современном мире? Это хотеть с ним быть. Вот чтобы, когда ты с ним находишься, это приносило тебе радость. И что в этот момент ты ни о чем другом не думаешь, а вот находишься с ним, думаешь о нем. Можно даже чем-то заниматься в этот момент, таким простым. Не обязательно его развлекать, не обязательно его как-то воспитывать или развивать, вкладывать в него какую-то информацию. Не это означает быть, а быть душевным, быть связанным с ним в этот момент. И тогда он сам все занятия найдет, присоединится ли к твоей деятельности, или будет рядом играть. Но вот это поле тепла, которое создается вот этой самой любовью, принятием и радостью. Ну вот грустно мне об этом говорить, но я вижу, как многие мамы не испытывают радости от того, когда они вот целый день не видели, потом вечером приходят и уже устали. Уже устали. Они его увидели, уже устали. И вот хочется как-то эту ситуацию изменить, как-то вот показать, что он хороший. Он заслуживает того, чтобы его любили, чтобы с ним были. Он очень в этом нуждается. Вот откуда это берется, я не понимаю? Умираю как раз, да. И мне подумалось о том, что... Вот и вопрос-то мы тоже в том числе ставили так, как изменились дети, да, и какие у них проблемы. Вот это слово «проблемы», когда возникает по отношению к детям, мне кажется, это многое переворачивает с ног на голову. И многие родители сейчас озабочены именно тем, какие проблемы у моего ребенка. Это начинает происходить уже практически с самого рождения. То есть почти, наверное, каждый родитель опасается, что его ребенок, наверное, чему-то не соответствует. Откуда берется вот это вот опасение, что у ребенка проблемы и даже уверенность. Они, собственно говоря, с этими вопросами и подходят, как эти проблемы разрешить. Когда мы видим детей у нас в детском саду, по большей части нельзя сказать ни о ком, что это дети проблематичные. Конечно, бывают отдельные какие-то особенные случаи, но дети, они детские, и проблемы действительно у них возникают не из них, а у них возникают проблемы в связи с тем, что что-то такое вокруг них не то происходит, не совсем то происходит. Ну, дети детсадовского возраста, там говорить о том, что у детей проблемы, я как сам, как психолог и консультант, это немножко смешно. Когда приходят помочь ребенку на ужин, то мы работаем с родителями, потому что все, что есть в ребенке, это продукт родителей. То есть это часть нас. Когда ты видишь, что у него проблемы, это значит, что у меня проблемы. Это я что-то не так сделал. Ну, и вот эта точка зрения, действительно смотреть только на проблемы, а не на то, просто на живого ребенка. Да, ребят, это трудно детей воспитывать, но это нас развивает. Если мы можем развиваться не на тренинге, а взаимодействуя с ребенком, он дает такую кучу возможностей для этого. Ну, а вот почему это происходит, как вы думаете? Вот родители поменялись. Мы пришли к выводу. Я спрашивал о детях, а нам объяснили, что меняются родители, и, естественно, меняются дети. Ну, почему это опять, это как бы прошлое, а нам лучше сразу в будущее. Вот что, как бы вы посоветовали родителям, вот какой образ жизни должен быть, чтобы вот они могли ощущать своего ребенка. Вот сейчас есть такая практика, вот стремятся, ну, сам грешен, да. Вот когда надо с ребенком посидеть, а у тебя работа, и ты начинаешь кроить, как бы ребеночка оставить там в детском саду подольше, чтобы успеть свою работу сделать. И вот тут я сейчас уже понимаю, что вот этот важный заход, что чтобы ребенка чувствовать, с ним надо как-то быть. Для этого надо время. И для этого нужно время. Вот тогда можно говорить о том, как должно быть распределено время родителей, если у них ребенок там вот от рождения до 7 лет. Как это вообще выглядит все. Или от 3 до 7 лет, вот те, которые в сад ходят. Ну, наверное, это может быть очень разнообразно, потому что действительно жизнь сейчас разнообразная. Но мне вот прежде всего, наверное, хотелось бы сказать, уже в силу нашего опыта, потому что мы с Эрой уже взрослые женщины, и имеем свои взрослых детей, и внуков. И мы с вами это, конечно, пережили, и можно их легко советовать, но тем не менее хочется поделиться тем, что уже завоевано, что не надо бояться, что не успеем это время, вот этого детства, от нуля до семи, оно на самом деле очень быстро проходит. Очень быстро проходит, и бояться того, что за это время мы как родители, как взрослые люди, бесповоротно что-то потеряем, и можем не успеть, это обманчивое впечатление. Поэтому на самом деле смело можно надать ребёнку больше времени в этот период, потому что от этого мы сами же получим гораздо больше радости и удовлетворения. Как может складываться родительский распорядок, как жизнь должна быть распределена, это, наверное, по-разному. Вот мы с Эрой работаем даже в разных формах групп. Эра работает в группе, где дети спят, я работаю в группе, где дети уходят домой и кушать, и спать. Вот это уже показывает, что мы опять по-разному. То есть родители в моей группе, они нашли возможность больше быть со своими детьми, так и так у них складываются видимо, жизненные обстоятельства. Вот в группах, где дети спят, там родителям нужно работать, да, и маме, и папе, по всей видимости, они поэтому не могут раньше собрать детей. Но здесь тоже, да, Ира, наверное, ты бы лучше сказала. Ирина, давайте сразу от идеального, а потом, вот есть идеальное, из этого надо смотреть, как хорошо для здоровья ребенка. Причем здоровье, там есть трех видов, это социальное здоровье, психическое здоровье, и физическое здоровье. Они между собой связаны. Вот у маленького ребенка и социальное, и психическое, очень сильно завязаны именно на физиологии, именно вот на физическом, как его обслуживают физически, окружающие создают условия. Вот как правильно с точки зрения здоровья, а потом уже наше дело это искать компромиссы. Ну, как правильно? Правильно вот так, как мы дышим, да, мы вдыхаем и выдыхаем. Это вот такой образ, который есть в альдорфской педагогике. То есть, есть время, когда ребенок должен собрать свое внимание, чем-то заняться, и есть время, когда он должен выдохнуть, то есть, свободно двигаться, свободно взаимодействовать со сверстниками, с теми, кто его окружает, то есть, когда он ничем не скован. И задача воспитателя, собственно, состоит в том, чтобы правильно выстроить вот эти вот моменты. Не перегрузить вдохом, но и выдох тоже не может быть слишком большим, тогда дети расходятся, и это тоже не очень хорошо для их здоровья. Я не буду здесь, наверное, описывать всякие ритмические моменты. подождите. Вдох и выдох, это для вас в нашем кругу понятно, да? Что такое вдох и выдох? Мы с этой стороны экрана, нам все понятно. А нас смотрят самые разные люди, кто-то и первый раз вообще сюда зашел. Какая деятельность для ребенка вдох, какая выдох? И как вот это с утра, где там вдох-выдох, и как это к обеду, как это должно происходить? Ну вот мы приходим и садимся в утренний круг. Это у нас такой небольшой вдох, когда мы здороваемся, когда мы видим друг друга, да? Есть у нас там, может быть, какая-то небольшая игра, требует от ребенка внимания, сосредоточенности, слушать взрослого, смотреть на него. Потом мы идем на завтрак. Кира, завтрак, это, в общем, тоже такой вдох, продолжение, да. Вдох, он тоже не должен быть слишком долгим, бесконечным каким-то, потому что, ну, вот это тоже нужно себя как-то держать, уметь за столом, хочется же уже и поиграть, и поговорить. И после завтрака всегда видно, как дети радостно-радостно убрав свою тарелку, несутся в свободную игру. И вот начинается выдох. Начинается самое здоровое время для ребенка в детском саду, в Альдорском, во всяком случае, время свободной игры, вот, когда решаются вот все задачи, которые вы назвали, и физические, и психологические, и социальные, все задачи в это время, все трудности, которые есть у ребенка, они проявляются, и есть все возможности для того, чтобы он мог с этими трудностями самостоятельно или с небольшой помощью взрослого, или с помощью сверстников, тоже очень здорово это получается, как-то с ними справиться. И вот изо дня в день вот так происходит. И через какое-то время мы уже видим такого крепенького ребенка и в социальном смысле, и в физическом, потому что они строят много, они много прыгают, двигаются, мы их, в общем, особо не ограничиваем в этом. Фантазию они могут свою проявить как угодно. Вот это вот такое время. Потом снова мы должны немножечко вдохнуть, мы должны собраться. Вот, например, для меня, как воспитателя, вот очень важно, чтобы в круг после уборки, уборка, собственно, тоже это такое уже начало вдоха. Потому что нужно вспомнить, где что лежит, нужно сделать над собой усилие, они все любят убираться. Ой, это основной вопрос. Как научить ребенку убираться? Мне его задают... Да, только, да, да. Хитрости. Мне кажется, про простоту. Давайте, давайте. Вот я уверен в большинстве... Хитрости, про простоту и хитрости. Ответ, точнее, радостно послушать. Как сделать так, чтобы дети хотели убираться? После уборки мы садимся в круг. И вот еще раз скажу, что для меня очень важно, например, чтобы все дети, у нас дети ходят в обуви, сменные обуви, да? Во время свободной игры они разуваются. А вот когда мы садимся в круг, вот мне очень важно, чтобы они были обуты. Это как-то собирает, знаете? Вот это даже вот такой вот момент, вроде бы... Ну, какая разница, босиком я или в обуви? Точно так же, какая разница, какие у меня волосы, да? Вот так вот, или вот у меня аккуратные косички. Все собирает, да? Ребенка. И вот тогда... Я это понимаю, когда я одеваю пиджак с галстуком, я тоже ощущаю себе, что все другое совсем. Но вот на Бальдорф ТВ мне сложно прийти с пиджаки и в галстуки. Потом вот этот круг, еще один небольшой вдох. В этом кругу может быть какая-то музыкальная, ритмическая игра или пальчиковая игра, еще какая-то игра. Тоже то, что требует внимания и сосредоточенности. Или в это время может происходить какое-то, ну, условно говоря, занятие, живопись, например, или, например, там, лепка из воска. То есть то, что тоже требует концентрации. А потом мы идем гулять. И это тоже такой прекрасный выдох перед обедом. Такое хорошее время. А после обеда мы идем отдыхать. И вот здесь вот по поводу сна, это вообще такая, ну, острая сейчас тема для многих. Очень редко сейчас, ну, скажем так, один к трем, дети, которые приходят в группу, один к трем. Три не спят, один спит днем. Это очень много. Причем родители говорят, он с двух лет не спит. Вот. Ну, там есть определенные сложности, с которыми при адаптации такой ребенок и родители его, соответственно, сталкиваются. Здесь я даже не об этом хочу сказать, а о том, что очень сильно недооценивается необходимость дневного сна. Я глубоко убеждена, что дневной сон в саду это лучшее, что может быть для ребенка. Потому что дома очень мало кто может правильно, грамотно организовать для него вот эту жизнь, такую спокойную жизнь с дневным отдыхом. Но дети тоже очень хитрые, они умеют так на родителей воздействовать, что убедить их в том, что им это совсем не нужно. Здесь нужно оговориться. И именно вот, ну, с точки зрения современной психологии и науки, да, сейчас есть возможность, есть такая интересная аппаратура, это фоновая магнитно-резонансовая томография, которая фиксирует вообще деятельность мозга в любом состоянии. И вот сейчас всем, я так говорю, всем, конечно, научной общественности известно, что когда человек спит, мозг его работает очень сильно. Он обрабатывает ту информацию и отдельные части, которые, отдельные фрагменты собирает в целое. Из этого вот пословица утро вечера мудреней, потому что пока, когда поспал, мы даже не будем привлекать наши эзотерические знания, что нам, когда мы там спим, у нас есть встреча с теми людьми, которые там, ну, с другими людьми мы как бы встречаемся во сне. Но это мы даже сейчас не берем. Мы берем то, что как результат мозг все обобщает. И вот то, что происходит в мышлении маленького ребенка, он весь восприятие, а он ложится спать, у него происходит обработка этого. И он тогда целостно начинает собирать свою картину мира. Это его основное занятие, создать картину мира. Мы все живем в своей картине мира, не в реальности. И ему нужно создать ее такой, вот он, чтобы сам видел, сам трогал, сам... И после этого у него там должно все обработаться. Если мы запускаем его с утра до вечера, ну, это вот представляете, что вы все время едите, вот процесс познания, переваривания, он как раз очень с едой коррелирует очень хорошо. Что, представляете, вы все время едите, а у вас нет времени переваривать. все это накладываете, 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 а переваривать на это время нет. И потом, бабах, упал, спать лег. И там вся эта куча, она не успевает перевариваться. И ребенок встает, и у него, как бы, вот это восприятие целостного не формируется. Поэтому, когда вы говорите о том, что днем спать надо, это очень большое и дело. И то же самое, когда концентрация ребенка, а для него надо иметь в виду, вот некоторые родители считают, что концентрация, когда читать, писать, считать. И давайте его быстрее научат. Для него концентрация самого себя собрать, научиться спокойно сидеть, фиксировать свое внимание на том, что воспитатель рассказывает, фиксировать внимание на игрушках. И в саду вот это вот воспитатель вот состояние это организует, они все концентрируются. и мозг понимает, есть начало, есть конец, есть какая-то середина, апофилос, сконцентрировался, а потом свободная икра выдохнула. И тогда энергия внутрь, наружу, внутрь, наружу. Он тогда здоровенький идет. И когда мы говорим о развитии, это опять не только чтение, развитие происходит не только в момент академического образования. Это точно. Получается, что то, что у нас в саду происходит, то это все, о чем сейчас Сергей сказал. Вот это обучение концентрации получается. Оно и дает возможность потом в школе полноценно и заниматься изучением всевозможных наук. Тогда ребенку не нужно учиться сначала сидеть за партой, слушать учителя, находиться со своими одноклассниками. У него тогда будет возможность уже умея это через то, что в саду происходило, или дома, если это правильным образом организовано. у него есть возможность уже непосредственно материалом урока заниматься. А про сон, наверное, тоже может возникнуть вопрос, почему дневной... То есть, когда этот дневной сон должен уйти, получается, у ребенка, да? Наверное, здесь про важность этого дневного сна можно еще раз вспомнить, если мы вспомним совсем маленького ребенка, когда у него сон является таким же состоянием, да? Получается, пребывание, да? День, наверное, делится тогда сутки на вот эти два состояния, когда он бодрствует, фактически ест, и когда он спит. Это происходит очень часто. Бодрствует и ест, вот я еще раз напомню, вот этот момент, когда он просто открывает и учатся глаза фиксировать на лице матери, и его взгляд со временем становится произвольным, он вообще руками не умеет пользоваться, ему нужно научиться это сделать, поэтому, когда младенец машет ручками и ножками, это мощнейший процесс познания и обладения собственными руками и ногами. Я сказала, что это про самые первые дни. Да, даже самые первые для него это все шок, куда попал, что это такое, что тут за безобразие, и главное, это не осмысляет, ему каждое мгновение это новая информация. Вот представляете, ты не видел, сидел там у мамы в животике, потом раз глаза открылись и все увидел, это же все обработать надо, поэтому он два часа посмотрел, раз спать, надо переваривать, посмотрел, и надо сказать, что эти годы, первые годы, за три года он научается стоять, ходить, говорить и думать. Извините, это такой объем, главное, там никто не учит, попробуй его заставить научить говорить, вряд ли получит, он сам научается, это я к чему говорю, чтобы понимали вот эту важность простых вещей, как дети живут, и почему в Вальдорфском саду не учат читать, писать, считать, а занимаются такими простыми вещами. самый простой ответ, что на самом деле очень жалко на это тратить детское время, когда у них действительно более важные задачи, и злободневные, а это, получается, занимать время той задачей, которой время еще не наступило, оно впереди. То, что сейчас будет тогда не решено, и это не решится, может быть, уже даже никогда. Я вижу, наша задача, это вот, чтобы родительское внимание именно вот направить на ребенка, чтобы смотреть, а что для него важно, что для него интересно, научиться его чувствовать. И вот тот ритм дня, который Ирина рассказала, его, в принципе, и дома можно сделать. Ну, еще акцент все вместе наляжем, что после обеда ему, ну, если уж спать не удается, но хватит, чтобы один побыл в покое, ну, уж не заснет хоть бы компромисс, один и в покое. Я должна была, да, сказать свое слово, потому что все-таки мы все равно, мы имеем эти группы без сна в детском саду, и мы их сознательным образом создали. Когда-то первая эта группа появилась, конечно же, из группы со сном, потому что в прежние времена детские сады не имели у нас в стране такой формы без сна. И она появилась у нас сознательно, когда в группе оказалось такое сообщество родителей, все из которых были готовы для своего ребенка создать такие вот правильные условия и обеспечить их дому во второй половине дня, потому что все-таки такая форма детского сада, если у родителей есть эта возможность, она, конечно, позволяет больше ребенка получить, потому что внимание материнское, родительское, оно, конечно, с воспитательским все равно сравниться не может, если оно полноценным образом осуществляется. Но как воспитатель группы короткого дня я вот в последние годы прихожу к тому, что родители должны ответственно подойти к выбору формы группы, если они подозревают от себя, или же в какой-то момент понимают, надо это вообще-то заранее решить для себя, когда ты выбираешь группу, что они не могут обеспечить ребенку действительно отдых во второй половине дня, отдых в любой форме, как ты, Сергей, сказал, или хотя бы отдых от социума, отдых от какого-то бурного окружения, чтобы они могли побыть в своем доме, у себя, даже если они не засыпают, но вообще-то ребенок спать может и должен в это время, то тогда я была бы за то, чтобы они действительно поспали бы в саду. Это должен быть очень ответственный выбор родителя. Вот почему для ребенка так важно? Вот ваш опыт, вы когда на детей смотрите, вот как сон проявляется в ребенке, ну поспал он, не поспал. Когда ребенок поспал, как правило, все они спят, в садике, даже самые не спящие рано или поздно засыпают, потому что весь ритм предыдущего дня он способствует правильной усталости ребенка, и это напряжение должно как-то через сон быть преодолено. А когда ребенок проснулся, ну подавляющее большинство детей просыпается в хорошем настроении, с таким бодрым ощущением себя, и вот это тот самый момент, когда очень здорово, если ребенка уже ждет мама, потому что начинается такое особое состояние у детей после того, как они поспали и проснулись, потому что для многих из них это не дневной сон, это они говорят, например, спокойной ночи, или завтра увидимся, то есть для них это как бы уход в ночь, для них наступает другой день, и этот день обязательно должен начаться со встречи с самым любимым человеком, с мамой, и если этого не происходит, если ребенок должен еще сколько-то времени, час или два провести в ожидании родителей, то, собственно, все его настроение внутри, это настроение ожидания, и уже никакая хорошая деятельность и полезная, она здесь не срабатывает, у некоторых детей, они даже из-за этого ожидания так себя ощущают, что, ну, например, у них активность такая возникает, не потому, что они хорошо отдохнули, а потому, что эта активность инициируется тревогой и беспокойством, а вообще за мной придут, вот уже же другой день начался, мама-то меня заберет, она не забыла, вот, и чем-то занять в этот момент очень бывает сложно, поэтому я вот за то, чтобы проснувшись и немножечко перекусив, ребенок шел домой. А во сколько это? Ну, это, ну, не позже пяти, пять часов, это вот, как правило, все вальдорские группы работают до пяти, вот, все лучше в четыре, ну, работали раньше, вот в этом месте обычно у родителей возникает там чувство вины, что вот мы не так делаем, ну, смотрите, если вы можете это сделать, сделайте, если нет, значит, судьба вашего ребенка, ну, вот такая, так тоже можно, значит, вот так получилось, поэтому можете, дайте возможность ребенку после обеда поспать, приводите его там в альдорфский детский сад или сидите с ним дома, ну, а не, значит, такая судьба, относитесь к спокойному, ну, спокойно к этому, не надо себя винить, от этого хуже и вам будет, и ребенку. Ну, вот мы начали говорить о том, как изменились дети, потом перешли, как изменились родители, и пришли сейчас, что есть возможности, можно это дома организовать, можно короткую группу сделать, вот, привезти в альдорфский детский сад, где этот ритм здоровым образом, можно, глядя на в альдорфский сад, то же самое сделать дома, мы будем вообще-то тогда детально рассказывать, вообще, вот почему, вот здесь такие интересные вещи, вот у вас какой-то фон здесь вот виден, здесь очень много такого, что смотришь на табуретку, у меня есть ощущение, что это какой-то слоник ходит, вот это живое пространство, и в нем такое живое течение жизни, где свободно играясь, в то же время всех помогают сконцентрировать, и это очень важное такое дело, простая детская жизнь, и можно это дома организовать, можно привезти его к нам, вот в альдорфский детский сад, и наша задача дать естественным процессам, которые в ребенке происходят, ну нормальные такие человеческие условия, вот мы ни слова не сказали о том, что разрушает это, что мешает произвольному вниманию, формированию вот этого произвольного внимания ребенка, а это самое важное качество, которое он должен получить, когда он в школу входит, он должен уметь концентрироваться, а что по-вашему мешает это развивать? Мне кажется, что, во-первых, перезбыток информации, он вообще не только детям, он вообще любому человеку мешает, когда всего много, но если взрослый, он может как-то защититься от того, что поступает извне, отключить свой телефон и не смотреть бесконечные новости, закрыть глаза, когда он едет в метро, например, не смотреть там ни на кого вокруг, вот, ребенку это сделать сложно, произвольным образом он не может это сделать, он будет смотреть и все-все-все в себя впускать, и в конечном итоге это внутри него создает такое какое-то ощущение хаоса и беспокойства, мне кажется. А если сюда добавить желание, ну, как бы, все успеть почему-то, вот, есть же такое ощущение у родителей, что вот если мы сейчас ему там не научим чему-то до 7 лет, то все, мы гения не получим, мы вообще получим там не знаю кого, то значит надо еще больше, да, драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охотой, вот это все в ребенке. Это уже про школьный возраст говорили, а сейчас это опустили до 7 лет в этом проблеме. Да, да, да. В своем подростку это очень важно, драм-кружок, кружок по фото, подросток обязан это сделать, чтобы найти, а вот до 7 лет это другая история. Я вот даже, знаете, вот хочу сказать, в нашем детстве, в советском, были книжки соразмерные ребенку-дошкольнику. Это были тонкие книжки, там было по 20 страниц, как правило, там была одна сказка или две сказки, и вот они назывались там «Читаем сами», например, да, рубрика такая была. И вот ребенок такой, который хотел научиться читать, или которому мама, например, на ночь читала эту маленькую книжечку, вот этот формат, этот объем информации. Вот он был ему соразмерен. Прочитали сказку и спать легли, да. Сам он учится читать, он берет эту книжку, я даже свои ощущения помню. О, я могу это прочитать. Сейчас зайдите в книжный магазин, там в этом формате только книжки с наклейками, какие-то дурацкие, простите, раскраски, или что-то, какие-то развивашки в тонком формате. А книжки все толстые, все яркие, много сказок, и вот на ночь, да, начинается чтение вот такой толстой книжки, сказки с продолжением. Это тоже очень сильно перегружает. И когда мы потом перед обедом садимся в круг для того, чтобы рассказать нашу там небольшую сказочку или показать ее, то некоторые дети, они вообще не могут слушать. Вот просто это видно, что он не может слушать, потому что в него это не вылезает. Вот это наша маленькая... Некуда. Некуда. И он там под лавку куда-то там залезет, отвернется, вскочит, начнет что-то свое говорить. То есть ему трудно сконцентрироваться даже на такой небольшой какой-то вещи, потому что, ну что, все, бак заполнен. А я к ответвению тоже перегруженности информации вижу таким образом наших детям. Когда мы говорили о том, что мы тоже тренируем внимание и концентрацию, например, за трапезой, вот, когда дети попадают у нас вот сейчас в такие как раз моменты, где должна наступить тишина, где они должны собраться, в ботиночках сидеть, вот, оказывается, что и они не могут этого сделать, потому что вот эта переполненность информационная, она у них вот из этого горлышка как пена и начинает лезть. Как только они попадают в такую ситуацию, первая их реакция всегда рассказать. Они наперебой пытаются все рассказать, избавиться хотя бы от части, видимо, того, что их переполняет. И поэтому вот эта задача, которую мы себе естественным образом ставим, если бы они были по-хорошему пусты, они могли бы действительно спокойно сидеть и воспринимать то, что предлагается. Зачем, собственно говоря, родители их сюда и привели? Родители приводят сюда к нам детей, они хотят, чтобы мы им дали что-то особенное, то, что они называют вальдорское. А получается, что нам некуда это положить, потому что действительно дети переполнены совершенно другими. Мне так смешно. Вот сейчас слышат, вы заметите, что девушки вообще ни слова не сказали ни про смартфон, ни про телевизор, ни про компьютер. То есть в жизни ребенка до 7 лет этих вещей в принципе не должно быть. Они даже об этом не говорят. А это основной источник информации сейчас. И понятно, скорость информации, которая происходит через интернет, она в таком количестве, ее никто переварить не может, ни взрослым, ни ребенок. Поэтому, как я понял, почему вы не говорите про смартфоны, про планшеты, под которые кормят всех? Или это вообще уже не ваши клиенты, и вы про это даже и думать не хотите? Мы как-то очень надеемся, что... Что такие люди не смотрят в айдору в кафе. Нет, я знаю, что это о фактах, которые существуют и у нас в группах в том числе. Конечно, не так. Редкий ребенок избежал на знакомство с этими аппаратами. Есть такие счастливчики, правда, но они редкие. Просто мы говорим об общих тенденциях. Они относятся к любому носителю информации. Я вот про книги говорила, да. Вот и упомянул. Сравнивать толстую книжку с тонкой книжкой – это одно. Сравнивать книжку с планшетом – это другая история. Мы все же, я вот хочу сказать, в защиту родителей, которые приходят в альдорские сады, что все-таки они очень стараются на самом деле минимизировать по возможности взаимодействие ребенка с различными гаджетами так называемыми. И это на самом деле видно. Не то, чтобы они хотят такое впечатление у нас создать, что мы тут вот у нас там... Все всегда говорят одно и то же фразу. У нас нет телевизора. Ну а дальше начинается уточнение. На чем же все-таки он смотрит? На компьютере, на планшете, на мамином телефоне. Но это очень трудно скрыть, что это есть в жизни, потому что дети в это играют. То есть все, что они видят, они здесь проигрывают. Вот в условиях такой как раз свободного такого взаимодействия, не ограничивающего. Вот мы там имеем всех персонажей из современных анимационных фильмов и даже компьютерных игр. Но мы стараемся с этим работать и объяснять, почему это не нужно, и показывать эту связь между трудностями, которые родители возникают с ребенком дома, показать эту связь с тем, что ребенок потребляет. Почему-то этой связи не очевидна. Истеричность, неуправляемость или какая-то гиперактивность, которая прям пугает и огорчает, не увязывается с этими моментами, с тем, что ребенок там пришел из садика и присел на два часа перед телевизором, а потом вечером истерики, невозможность уложить спать, какие-то требования, мама до бешенства доведенная. Почему-то не связывается эти вещи. Ну, теперь, я надеюсь, вы сможете это связать одно с другим. Я вижу, что нам пора уже подвести итог, что изменилось время, изменились родители, и поэтому изменились дети. Если мы хотим изменить наших детей, нам придется меняться самим. А направление, в котором это изменение должно быть, вот нам рассказали сейчас. Я надеюсь, что это будет для нас полезно. Сегодня для вас на Вальдорф ТВ рассказывали очень интересные вещи Кира Бабич, Ирина Кисленко, воспитатели школы-сада «Путь зерна». Ну, и я Сергей Ивашкин, консультант по развитию человека и организации Международного института ИМА. До встречи! Мы ждем ваших вопросов, конкретных вопросов по воспитанию дошкольников, школьников. Пишите. Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке, мы есть в Инстаграме. То есть, мы есть везде. Там, куда детей до 7 лет мы не велим никого пускать, но вы-то там все равно есть. Заходите к нам. Счастливо! Счастливо!